Когда работала в детском лагере, любила проводить для своего отряда викторины. Так вот, один из вопросов звучал так. Назовите самый большой человеческий орган. О, и что я только не слышала в ответ. И печень, и сердце, даже кишечник мне называли. И каково было детское удивление, когда они узнали правильный ответ. Да, кожа. Самый большой орган человека. И за ней нужно следить особенно тщательно. Обращать внимание на различные ее виды изменения, покраснения, царапины. Следить за своими родинками и не допустить новообразований. Попелом. Для чего? На этот вопрос нам ответит дерматолог Ирина Подерина. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем все-таки с родинок. Когда родинки можно называть опасными, а когда можно расслабиться и все хорошо как-то определить? Ну, родинки или невусы. Это новообразование кожи. Значит, к невусам относятся родинки, которые состоят из меланоцитов. И сюда же относят родинки, или вернее невусы, которые состоят из сосудистой ткани. То есть любая родинка. Да, вызванная меланоцитной тканью. Ну, то есть это опасно или не опасно? Ну, нет. Родинки не опасны, если они находятся в местах, где не травмируются, где не трется одеждой, где нет массивного ультрафиолетового облучения. То есть в этом плане, в принципе, родинки не опасны. Но в любом случае за родинками нужно следить. То есть если вы видите, какие-то видоизменения произошли в родинке, значит, нужно, конечно, обращаться к драматологам, к онкологам. Какие видоизменения могут быть? Вот как они начинают расти? Как правило, вы со своими родинками живете с детства. То есть вы их видите с детства. Они, конечно, могут расти с ростом человека. То есть они пропорционально росту человека. Но если они вдруг начинают увеличиваться быстрее, чем рост. То есть в течение, допустим, месяца они увеличились на 0,5 мм. Это уже подозрительно. Если заметили вы в них другие цвета, кроме коричневого, какие-то черные, узелки появились. Если появились розовый цвет, не очень хороший, воспаление родинки, изъязвление родинки, корками покрылась родинка. Если вокруг родинки появились так называемые сателлиты, дочерние какие-то узелочки. Но это уже очень опасные признаки. Конечно, нужно обращаться уже к доктору. Я правильно понимаю, такую родинку, скорее всего, придется удалить? Ну, такую родинку нужно для начала посмотреть. В том числе, во-первых, собираем анамнез, когда появилась, как выглядела изначально, насколько выросла. То есть все имеет значение. Было ли травмирование родинки. Ну да, мы оснащены, в общем-то, дерматоскопами. Мы можем посмотреть, если существует так называемый дерматоскопический алфавит. И все подозрительные изменения, все подозрительные структуры в родинке, мы все это подробно описываем и отправляемся этим протоколом дерматоскопии к онкологу. У онкологов в этом плане проще. Сразу начинают они более внимательно относиться к тем или иным новообразованиям. Если есть уже подозрительные какие-то структуры именно в родинке, которые характерны для меланомы или для типичных неусов. А типичные неусы мы тоже отправляем для удаления, особенно в местах трения. А вот если все-таки пришлось удалить родинку, это вообще… Принимается решение, например, да, врач говорит о том, что надо удалять. Насколько бояться этой процедуры нужно? Это как-то опасно, может быть, это прям оперативное же вмешательство, да? Оперативное вмешательство, да. Ну, какие-то родинки удаляем мы, но обязательно нужно последующее гистологическое обследование. Без гистологии нельзя, в общем-то, родинки удалять. Родинки, которые мы уже видим, что тут уже есть признаки дисплазии, конечно, мы отправляем к онкологам. Онкологи удаляют уже с определенным отступом, здоровые ткани, в общем-то, убираются тоже. Ну, то есть решаем на месте, какие удаляем мы в кожно-венерологическом учреждении, какие отправляем к онкологам, потому что подозрительно. С родинками, в принципе, все понятно. Вот папилломы, что это такое? Папилломы – это гиперплазия эпидермиса в ответ либо на вирус папилломы человека, один из типов вируса папилломы человека. Правило – это доброкачественное образование. Не как правило – это доброкачественное образование. Есть невирусная теория, теология. Это появляются похожие на папилломы образования, называется фиброэпителиальный полип. Появляются, как правило, в местах трения у людей с повышенным весом тучных людей, с сахарным диабетом, при беременностях, как ни странно, то есть, видимо, имеет значение гормональный фон. Ну и доброкачественное образование их можно удалять, чисто с косметической точки зрения, если это вам не нравится, можно удалять их. А если, в принципе, никакого дискомфорта они не приносят, можно и оставить. Можно с ними жить, но это некрасиво, это выглядит некрасиво, а люди привыкли, красиво выглядят на пляже. То есть, да, каждый решает для себя сам, что он удаляет, что он не удаляет. Папилломы удаляем безбоязненно, без проблем. Много кабинетов существует в городе, в том числе и в кожно-венерологическом диспансере мы удаляем, и лазером, и электрокоагулятором, в зависимости от размера. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы помогли нашим телезрителям разобраться в том, что это такое, где стоит обращать внимание. Будьте внимательны к своему телу, и оно ответит вам взаимностью. Спасибо большое. Хочу добавить еще. Значит, дерматоскопическое обследование мы проводим не только в те дни, когда объявляется день меланомы, тогда начинается повальное нашествие пациента, посмотреть на эти родинки. Мы их проводим ежедневно, с утра до вечера, в каждом кабинете. У каждого драматолога есть дерматоскоп. Поэтому не обязательно ждать дня меланомы, приходите ежедневно, мы вас посмотрим. Продолжение следует...